МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня утром на вы и произошло коммунальное ЧП. Из-за порыва трубы под водой оказалась часть улицы Верхняя Черепанова. Кто вышел на ликвидацию аварии? В Центре культуры и искусств Евразан ТМК прошло общественное обсуждение проекта новой домной, насколько экологичной она будет и не нанесет ли вред окружающей среде. Праздник, посвященный Всемирному дню футбола, прошел сегодня в городском дворце молодежи. Кто принял в нем участие и чем порадовали организаторы и поклонников популярнейшей игры? Здравствуйте! В эфире Тагил ТВ итоговый выпуск новостей. Мои коллеги и я, Валерия Доброва, готовы рассказать о главных событиях вторника. Порыв водопровода произошел сегодня утром на улице Выскае. Для устранения аварии от холодного водоснабжения был отключен один многоквартирный дом. Затопленной оказалась внутриквартальная территория и проезжая часть улицы Верхняя Черепановых. Как показывает статистика, которую ведет и наше управление, и диспетчерские службы города, отмечается увеличение количества аварий на сетях во время резких перепадов температуры, которые оказывают негативное влияние на перемещение почвы. На сетях происходит больше аварий. К аварийно-восстановительным работам оперативно приступили специалисты водоканала НТ. Была поставлена задача завершить их в кратчайшие сроки и возобновить подачу воды на выискую 29 к 20.00. Ликвидацией последствий разлива и обеспечением нормальных условий автомобильного и пешеходного движения занимались рабочие и техника Тагилдорстроя. Дети и подростки, не имеющие прививок от кори, не могут посещать детские сады и школы. Ограничительные мероприятия введены постановлением администрации города. Было принято решение ввести эти ограничительные мероприятия и цель принятия этих ограничительных мер, именно прежде всего защитить тех, кто не привит, дополнительно провести с ними информационную кампанию. Это связано с неблагополучной обстановкой по коре. В Свердловской области уже зарегистрированы 83 случая подозрений на это опасное заболевание. Из них 54 подтверждены лабораторно. В Нижнем Тагиле одна пациентка госпитализирована с подозрением на корь в инфекционную больницу, где проходит лечение. По словам специалистов, корь очень заразное заболевание, дающее практически стопроцентное инфицирование при контакте с больным. Единственный способ не заболеть – поставить прививку. Тагильским школьникам разрешили выезжать за пределы города. Введенный запрет на поездки организованных групп детей в связи с погодными условиями был снят накануне. Тем не менее, это нарушило планы и детей, и туристических фирм. С развитием темы Ольга Фатыхова. Не так давно управлением образования был введен запрет на выезды за пределы города организованных групп детей. Эта мера была вынужденной в связи с погодными условиями. Детям и их родителям пришлось поменять свои планы, а турфирмы были вынуждены сдать билеты и возвращать деньги несостоявшимся туристам. Все ограничения связаны с трагедией в Ханты-Мансийском автономном округе, забравшей жизни 12 человек, считает руководство турфирм. В ноябре месяце мы закупили билеты в драмтеатры для деток из школы Верхней Салды, заказали транспортные средства для перевозки. Это автобусы из города Верхней Салда в Нижний Тагил и на представление и обратно. То есть в связи с авариями пришел приказ о приостановке и в связи с погодными условиями. Так как мы не знали, насколько это продлится, пришлось сдвинуть нам даты выездов, раздать деньги обратно детям и родителям, вернуть билеты в драмтеатр. По словам Алены, ужесточились и требования, предъявляемые непосредственно к перевозчику, в частности, к техническому состоянию автотранспорта, перевозящего детей. 1 января у нас в связи с аварией в Ханты-Мансийске могут возникнуть в городе новые проблемы. Это автобусы старше 10 лет не смогут осуществлять детские перевозки. В связи с большим спросом детских групп в каникулярное время и в связи с нехваткой автобусов, то есть может возникнуть проблема отсутствия на определенные даты количества таких автобусов. Как пояснили в ГАИ, требования для перевозки детей всегда были на особом контроле. Здесь учитывается все – и стаж водителя, и техническое состояние авто. На сегодняшний день перевозка детей автобусами регламентируется постановлением правительства Российской Федерации 1177 от 2013 года. В связи с тем, что не так давно произошло чрезвычайное происшествие трагедии в Ханты-Мансийском автономном округе, данному вопросу сейчас уделяется достаточно большое внимание. Накануне запрет на выезд школьников на автобусные экскурсии был снят, и дети в новогодние каникулы смогут посетить все запланированные экскурсии и мероприятия. Шел обильный снегопад, были метели в целях недопущения, так скажем, травматизма на дорогах. Управлением образования мы действительно такой приказ о запрете выезда за пределы Нижнего Тагила, организованных групп детей, издавали. Сейчас, конечно, уже ситуация стабильная, трассы очищены, значит, выезды возможны. А чтобы путешествия детей стали максимально безопасными, завтра за круглым столом соберутся сотрудники ГИБДД и директора туристических компаний, чтобы обсудить требования к перевозкам юных пассажиров и их исполнения. Ольга Фатыхова, Вадим Усков, Любовь Шевченко, Андрей Фатыхов. Новости Тагил ТВ. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении отца, погибшей от ожога в полуторамесячной девочке. 27-летнего мужчину подозревают в причинении смерти по неосторожности. Напомним, трагедия произошла неделю назад. От электроплитки загорелась сумка-переноска, в которой спал грудной ребенок. В этот момент дома были бабушка и отец. Именно он почувствовал запах гари, залил огонь водой, вытащил дочи и вызвал скорую. Девочка скончалась в больнице. Следователи продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается. Не навредит ли экологии города новая доменная печь? Этот вопрос стал главным в повестке общественного обсуждения, прошедшего сегодня в стенах Центра культуры и искусств ЕвразНТМК. Новый доменный агрегат должен стать одним из самых экологичных и производительных в отрасли. Антон Исаев с продолжением темы. Новая доменная печь – это объект, который может повлиять на экологическую ситуацию в городе. Поэтому ее возведение должна одобрить общественность. Доменный комплекс с рабочим объемом в 2200 кубических метров появится на месте демонтированных агрегатов 2-го, 3-го и 4-го. В сегодняшнем уровне новое строительство новой ежедневной печи на Россию комплекс подошел с минимальными выбросами за всю свою историю. То есть выбросы составили 75 тысяч тонн за 2015 год. Как говорят специалисты, при проектировании седьмой домной учтен богатый опыт эксплуатации систем аспирации. Новый объект не предусматривает изменения существующей системы водопользования, негативное влияние на почву, животный и растительный мир исключено. Проектом строительство доми на печи на Сель предусматривает установку современной высокопроисходительной пылевлаживающей системы фирмы «Пауэлл Бюл». Со степенью очистки не менее 98% из конечной запыленности по пыли до 20 мг на год. Именно проблема запыленности заинтересовала общественность. А сколько после того, как дома заработают, полк будет мелкодисперсной пыли, которая, по сути дела, является большим фактором риска. В ответ специалисты еще раз подтвердили – дополнительного негативного влияния на окружающую среду новая доменная печь не окажет. Более того, современное оборудование позволит отчасти улучшить экологическую обстановку в городе. Мы уверены, что седьмая доменная печь не будет давать выбросов. Там будут так называемые рукавные фильтры, которые очистят все выбросы доменной печи, а неорганизованные выбросы будут улавливаться аспирацией. Поэтому это следующий шаг. Это доменная печь, которая позволит нам сделать еще один шаг в улучшении работы как комбината, так и экологии Нижнего Тагила. Антон Асаев, Вадим Усков, Андрей Фатыхов. Новости Тагил-ТВ. Ну а подробнее о проекте мы поговорим с менеджером проекта строительства доменной печи номер 7, Павлом Колпаковым. Здравствуйте, Павел Николаевич. Здравствуйте. Павел Николаевич, расскажите, пожалуйста, какое значение имеет строительство доменной печи для комбината? Строительство доменной печи номер 7 имеет большое значение для строительства комбината. Доминная печь номер 6 была запущена в 2004 году с гарантированной производительной мощностью 24,5 миллиона тонн чугуна. Данный показатель мы достигли в июле этого года. А как у любого агрегата, его необходимо ремонтировать. Чтобы отремонтировать, произвести капремонт первого разряда, нам необходимо остановить доминную печь ориентировочно на 150 суток. Чтобы не терять производство чугуна, абсолютно верно было принято решение компании, это необходимо строительство доминой печи номер 7, чтобы мы не потеряли рынок и не потеряли производство чугуна. А какие новые технологии будут применены при возведении новой доминой печи? С каждым годом технологии меняются, соответственно, все, что новое есть сегодня в производстве, в доминном производстве, будет применено именно на доминой печи номер 7. Мы выбрали лучшего сегодня, как мы считаем, производителя оборудования известного в мире, компанию «Поулверт», которая имеет колоссальный опыт производства и установок доминой печи во всем мире. Соответственно, мировой опыт лучший будет у нас в Нижнем Тагиле. Ну и, пожалуй, один из основных вопросов, насколько экологичным будет будущее производство, уменьшится ли воздействие на окружающую среду? Однозначно да. Почему? Потому что будет установлена современная аспирационная установка, которая будет утилизировать неорганизованные выбросы, а также соответствовать всем современным требованиям аспирационных установок. Предполагаемые сроки окончания проекта уже известны? Да, сроки известны, сроки амбициозные. Мы планируем данное строительство закончить уже в конце следующего года. Отразится ли строительство новой домной на НТМК на работе предприятий как Нижнего Тагила, так и Свердловской области? Конечно, отразится. Потому что основные подрядные организации и производители металлоконструкции – это все организации, которые зарегистрированы как в Нижнем Тагиле, так и в Екатеринбурге. Большое количество, предполагается, будет специалистов рабочих. В пике мы будем доходить до 2000 человек на стройке. Это серьезный показатель и большие трудовые ресурсы, которые необходимо будет привлечь. Спасибо огромное, Павел Николаевич, за беседу. Ну а мы вернемся к другим новостям. Обоснованность применения повышающего коэффициента к нормативу потребления коммунальных ресурсов оспаривают жители ряда многоэтажных домов, где не установлены общедомовые приборы учета. Претензии предъявляются к управляющим компаниям и теплоснабжающим организациям. На данный момент ряд управляющих компаний у нас применяют, в частности компания ЖКХНТ. Они применяют, как доложили нам, также по северному поселку есть на 22 домах райкомхозки по сети также применяют этот коэффициент. Но в каждом конкретном случае нужно разбираться в правильности применения. Повышающий коэффициент устанавливается правительством России, как мера, стимулирующая к установке счетчиков. Однако отсутствие технической возможности сделать это, либо тепловая нагрузка на дом ниже определенного уровня, согласно правилам, исключают возможность его применить. Что же делать? Спорные ситуации рассматривают контролирующие органы. К другим новостям. Бюджет развития принят. Сегодня депутаты Законодательного собрания Свердловской области поддержали проект главного финансового документа региона на последующие три года. В 2017 году доходы субъекта Российской Федерации составят 188 миллиардов рублей. Расходы – 199 миллиардов. Какие трансферты для Нижнего Тагила заложены в бюджете, знает Антон Исаев. В повестке сегодняшнего заседания Законодательного собрания 47 вопросов, но самое важное – очередное рассмотрение бюджета региона. Финансовый документ прошел через согласительные комиссии, параметры были заметно изменены. Вы знаете, что прошли согласительные процедуры, и бюджет от первого чтения значительно отличается. Увеличена расходная часть почти на 3 миллиарда рублей. Окончательные параметры бюджета Свердловской области на 2017 год выглядят следующим образом. Доходная часть составила 188 миллиардов рублей, расходная – 199 миллиардов. Дефицит бюджета таким образом составил 11 миллиардов рублей, хотя первоначальный проект предполагал уровень дефицита на уровне 9 миллиардов. Глава региона поблагодарил депутатов за принятое сегодня решение. Мне очень приятно, что депутаты это поняли в прямом смысле, что необходимо принять сбалансированный бюджет для того, чтобы мы смогли этим бюджетом заявляться на различные мероприятия, на вовлечение и привлечение дополнительных инвестиций как со стороны федерального бюджета и небюджетных источников. Этот бюджет позволяет это делать. Более того, я бы назвал этот бюджет очень качественный, который отображает все наши затраты и возможности увеличения, в том числе и доходной части. Большая часть расходов носит социальный характер. Например, 551 миллион рублей будет направлен на строительство школ в Викторинбурге. Нижний Тагил также может рассчитывать на целевые трансферты. 88 миллионов рублей определено на строительство ветрозащиты на трамплинном комплексе. 50 миллионов рублей дадут нашему городу на строительство кладбища. Цифра эта обозначена на область дополнительно. На 88 миллионов рублей на 30 школьных стадионов выделение запланировано. В том числе, я так рассчитываю и уверен, что это не обойдет стороной Нижний Тагил. По ряду образовательных учреждений наши эти шаги первые были сделаны. Это надо продолжать, безусловно. Антон Исаев, Евгений Нитунаев. Новости Тагил-ТВ. Депутат Свердловского ЗАГС Собрания Армен Карапетян задержан в Екатеринбурге сотрудниками ДПС по подозрению в вождении в нетрезвом состоянии. Репортаж об этом вышел накануне в эфире телеканала Вести. Карапетян скандально известен и в Нижнем Тагиле. Подконтрольная ему и его брату фирма «Стройдор» неоднократно выигрывала тендеры на строительно-ремонтные работы в городе, в частности, на реконструкцию площади Славы и ремонт проспекта строителей. Работа компании подвергалась регулярной критике. В конце сентября прошлого года фонд капитального ремонта Свердловской области разорвал контракт со «Стройдором» за несоблюдение сроков проведения ремонтов многоквартирных домов в Нижнем Тагиле. Тагильчане смогут обратиться к Свердловскому омбудсмену со своими вопросами. Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова проведет в Нижнем Тагиле личный прием граждан. Она приедет с рабочим визитом в наш город 14 декабря. Встреча с жителями пройдет в здании администрации города по адресу улицы Пархоменко, 1А, аудитория 207 с 14 до 18 часов. Горожанам рекомендуется приходить на прием с заявлением и копиями имеющихся по проблеме документов. Предварительно записаться на прием можно по телефонам, указанным на экране. В Нижнем Тагиле хакерской атаке подвергся сервер рекламного агентства «Арт». Работа компании была парализована практически на сутки. Как сообщает информационное агентство «Новый город», злоумышленники взломали программную систему с целью добыть коммерческую информацию. В результате пострадали базы данных и часть важных документов. За восстановление утраченного хакеры требовали начать сотрудничество. На данный момент, как утверждают IT-специалисты рекламного агентства, пострадавшая информация восстановлена своими силами. Праздник, посвященный Всемирному дню футбола, который отмечается по инициативе Организации Объединенных Наций, прошел сегодня в городском дворце молодежи. В нем приняли участие игроки разных поколений. Среди болельщиков были и наши корреспонденты. Победители и призеры турниров различного уровня, состоявшихся в уходящем году, получили сегодня заслуженные награды, почетные грамоты и памятные подарки из рук ветеранов тагильского футбола. Старшая команда детско-юношеской спортивной школы «Юность» в числе добившихся успеха. У большинства спортсменов далеко идущие планы. Я занимаюсь в спортивной секции «Юность» со второго класса. И мы стабильно выиграем чемпионат города по нашему возрасту. И планируем в следующем году выиграть первенство в области. Мы получили медали за первое место в чемпионате города по 1999-му тысячам году. Я люблю футбол и планирую попасть в серьезную команду в следующем году. Отмечая Всемирный день футбола, в Нижнем Тагиле не могут не упомянуть о проблемах. Они на слуху. Узость перспективы заставляет талантливую молодежь искать варианты совершенствования мастерства за пределами города. Пример – игроки сборной России Олег Шатов и Максим Канунников. Ребята есть перспективные. Их в городе достаточно нужно, чтобы дети продолжали заниматься. Нам очень нужна молодежная команда, чтобы дети, которые закончили спортивную школу, могли участвовать на первенство области, на первенство России, чтобы у них футбольная жизнь продолжалась. В последнее время положительные сдвиги наметились, говорят специалисты. Открываются новые футбольные поля, в спортивные школы приходят молодые тренеры, растет количество занимающихся этим видом спорта. Надежда на то, что славные времена тагильского футбола, которому в этом году исполняется 70 лет, могут вернуться, есть. У меня папа играл в футбол в свое время. Я выросла на стадионе «Уралец». Маленькой девочкой ходила на стадион. Команда «Уралец» собрала полные трибуны. Вот когда в Тагиле снова случится такое, то тогда с футболом в нашем городе все будет хорошо. Алексей Алексеев, Любовь Шевченко, Павел Соложнин. Новости Тагил-ТВ. И о валюте на завтра. Официальный курс доллара США на среду, 14 декабря, 61 рубль 6 копеек. Евро 64 рубля 97 копеек. В банках Нижнего Тагила самый выгодный курс продажи доллара США 61 рубль 22 копейки. Покупки 61 рубль ровно. Единую европейскую валюту можно приобрести за 64 рубля 98 копеек. Реализовать за 64 рубля 70 копеек. Выпуск продолжат. Новости спорта. О самых интересных событиях вы узнаете буквально через минуту. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова